Астана, Алматинский районный суд по уголовным делам. Вот-вот здесь должны огласить приговор по делу главы антикоррупционного комитета Мусагали Дуамбекова. Астанчанин Ерсен Искаков пришел поддержать подсудимого. По его словам, он и его сын пострадали от рук гражданина Китая, владельца кирпичного завода в окрестностях Астаны. Якобы завод работал нелегально и формально принадлежал местной предпринимательнице. Искаковы обратились за помощью к Дуамбекову, и в гражданском суде все это удалось доказать. Общественник рассказал об этом на пресс-конференции, придав конфликту публичный характер. Другой стороне в лице предпринимательницы Мукашевой это не понравилось, и она подала на Дуамбекова в суд, обвинив в клевете. Я знаю Мусагали около года и могу сказать, что это честный человек, который работает во благо и защищает интересы простых людей. Он выполнял гражданский долг и, надеясь, суд примет правильное решение. Но судья Рамазанова поступила иначе и приговорила экс-кандидатов президента к одному году ограничения свободы, посчитав, что Дуамбеков все же оклеветал Мукашевых. Свою вину не признаю, поэтому вот пятый процесс доказывает, что все факты, которые были представлены в статье, они достоверны. Осужденный не исключает, что стал жертвой коррупционных схем, а преследует его за активную гражданскую деятельность по обличению этой самой коррупции. Ну, в принципе, я не исключаю, что это специальный заказ, потому что взять просто заявление от физического лица в уголовном суде принять к производству, это само вызывает сомнения. Никаких, допустим, предварительных бесед, никаких, допустим, следственных мероприятий, ничего не проводилось. Взяли, значит, с первого дня пригласили на судебное заседание и начали рассматривать их иск. Мусагали Дуамбеков намерен обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях. Хотя в сегодняшних казахстанских реалиях наказание это довольно мягкое. Ведь по новому уголовному кодексу, который вот-вот вступит в силу, за распространение слухов казахстанцам грозит лишение свободы до 12 лет. Отличать слухи от фактов будет опять-таки суд.